Приветствую! Как вы знаете, некоторые ТЦК и СП начали выдавать приказы о том, что все военнообязанные, которые живут в данном районе, должны явиться в течение 10 дней в соответствующей ТЦК и СП. И вот здесь мы с вами разберемся с двумя вопросами. Вопрос номер один. А такой приказ соответствует действующему законодательству? И вопрос номер два. А есть ли у человека обязанность явиться по такому приказу? Для того, чтобы ответить на первый вопрос, нам нужно обратиться к действующему законодательству, а если быть точнее, к положению о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. И вот известное нам уже положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. В нем есть соответствующий раздел. Называется «Права-тообовязки коревны КАТЦК и СП». И вот здесь есть такое право у него. Выдаваты в межах своих повноважень наказы та распорядженя. И, конечно же, первая мысль, которая нам приходит в голову, ну, в принципе, если коревны КАТЦК и СП может нас вызывать, да, такое право у него есть, он может выписывать повестку, то по логике он может и издать такой наказ. И, соответственно, выглядит все логично и в соответствии с действующим законодательством. Но, как и всегда, в законодательстве не бывает просто. Поэтому не делайте поспешных выводов и не ставьте дизлайк этому видео. Мы идем дальше. А дальше мы задаем следующий вопрос. А законодательством предусмотрен именно такой приказ. Приказ про вызов всех военнообязанных. И здесь ответ однозначный и он отрицательный. Нет, такой приказ законодательством не предусмотрен. А как должен вызывать начальник ТЦК и СП военнообязанных? Ведь мы с вами знаем, что в соответствии с действующим законодательством мы там обязаны явиться по вызову коревны КАТЦК и СП. И главный же ж вопрос какой? А что значит правильный вызов? Когда у меня появляется обязанность явиться? И соответственно, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно снова обратиться к действующему законодательству. Но перед тем, как мы это сделаем, я хочу вас пригласить в свой телеграм-канал. Там есть больше полезной информации, чем на YouTube-канале. Там мы публикуем еще и больше новостей в сфере права и полезных статей. Поэтому ссылочка есть в описании. Подписывайтесь. Идем дальше. И смотрим мы с вами закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. И в этом законе мы с вами находим статью 22, которая называется «Обязанности громадян с счетом мобилизационной подготовки и мобилизации». Сейчас очень внимательно. Вот почему очень важно знать свои обязанности. Потому что вы, кстати, очень часто мне пишите «Зачем ты говоришь про обязанности?» Так вот, их очень важно знать. И сейчас вы увидите почему. Здесь есть часть третья этой статьи. И в ней сказано следующее. «Подчас мобилизації громадяни зобовязані з'явитися до військовых частин або на збірні пункти территориального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах, мобилизаційних розпорядженнях, повістках керівників ТЦК та СП, «Абоу строки, визначені командирами військових частин». Ну и дальше вот это не будем читать уже. Это для нас уже не суть важна. Еще раз смотрим туда, где самое главное. Обязанность у человека явиться есть в соответствии с отриманными ным документами. И закон указывает не только на то, что человек должен отримати цей документ, а еще и указывает, какие это документы – моб распорядження или повістка керівника ТЦК та соціальної підтримки. Вопрос. А вы увидели здесь наказ про виклик? Вот, друзья, вот почему нужно знать свои обязанности. Когда мы изучаем свои обязанности, мы четко понимаем, что мы должны делать и чего мы не должны делать. Если мы посмотрим дальше. Есть у нас постанова, известная нам 1487. И вот в постанове, что здесь сказано? Давайте посмотрим. В постанове тоже сказано, что зобовязаны пребувати за викликом районных міських ТЦК та СП, там органи в СБУ, підрозділів СЗР, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И посмотрите снова, у строки, зазначені в отриманных ними документах, мобилизаційных повістках, ой, мобилизаційных распорядженнях, повістках, распорядженнях. Вот здесь добавился почему-то еще один тип документа – распорядження РТЦК. Но снова вопрос я вам задаю. А вы увидели здесь обязанность являться по приказу начальника ТЦК и СП? Или нет такой обязанности? Ну, конечно же, вы все прекрасно увидели, что такой обязанности военно-обязанного, как явиться в ТЦК и СП по приказу соответствующего корівника ТЦК и СП, просто нет. Просто нет такой обязанности в законодательстве. Потому что, как мы с вами знаем, порядок оповещения, он совсем другой. И главное, обратите внимание, что было написано в законе. Должен явиться в сроки, указанные в отрыманных документах. То есть в тех документах, которые ты получил. И, соответственно, наказ мы не получаем. Наказ мы с вами знаем, что его опубликовали где-то. Опубликовали СМИ, опубликовал соответствующий ТЦК на своем Фейсбук-аккаунте. Но я ж цього не отрымав. Когда мы говорим про отрымання, вы должны мне дать документ, а я должен за него расписаться. И этим документом может быть только мобилизационное распорядження или повестка в соответствии с законом про мобилизацию. Кстати, по сути, тоже есть и в законе про ВО и ВС. Соответственно, если не дали мне мобраспоряжение, если не дали мне повестку, то у меня не возникла еще обязанность явиться в ТЦК и СП. И, соответственно, привлечь к ответственности меня нельзя. Хотя бы потому, что у вас нет доказательств. Ну, я имею в виду, у военкомата не будет доказательств того, что они давали мне какие-то документы. Потому что если вы дали мне документы, ну окей, покажите подпись. Где стоит моя подпись о том, что я принял эти документы? Нет подписи, все. В любом случае, если они начнут привлекать людей за вот эту неявку по этому приказу к административной ответственности, я думаю, что юристы будут с успехом разбивать вот эти постановы просто вот так вот. Итак, подводя итоги, сам по себе приказ в принципе не является каким-то преступным, не является каким-то глобальным там правонарушением, превышением полномочий. Нет, все нормально. Полномочия у коревныка есть в иклыкаты? Есть. Он может издать приказ в рамках своих полномочий? Да, может. И он издал. Почему? Ну, потому что так удобнее, да, чем каждого там искать. Каждому вручать повестку, проще объявить такой приказ и, соответственно, пусть все приходят. Но нужно помнить при этом другую сторону, что несмотря на то, что у него в принципе есть право такой приказ издать, у человека нет обязанности явиться по этому приказу. Вот в чем весь смысл и вся бессмысленность происходящего. Полтора года уже почти идет война. Полтора года. И за полтора года государство так и не смогло придумать какой-то эффективный механизм призыва во время мобилизации, который бы соответствовал закону. И закрепить его в законе, конечно же, надо. И получается, что начальники ТЦК и СП выкручиваются, что называется, кто как может. И вот начинают издавать такие приказы, бессмысленность которых просто зашкаливает. Потому что, ну, ведь прекрасно мы понимаем, что вряд ли на сегодняшний день там масса людей пойдет. А если они не пойдут, ну, вот смысл этого приказа. Ведь вы же не можете привлечь все равно к ответственности человека, даже если он и не пришел. Ну, что говорить, тут уже без комментариев. Друзья, если видео вы считаете полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал и вы найдете еще массу полезных видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.